Привет всем, меня зовут Оля, и сегодня я бы хотела рассказать вам о том, как жизнь в Польше повлияла на мой характер. Но немножко такая предыстория, потому что всё-таки моё взросление происходило в Польше, поэтому я не знаю даже, что именно повлияло, а в чём я просто выросла, да, как личность. Но, думаю, некоторые такие цехи, они как раз-таки были повзаимствованы с польской, либо вот этой немножко более западной культурой. Первое, то, что в Польше я начала не стесняться именно вытирать нос, когда на улице холодно, когда нос и течёт, то есть ты заходишь, например, в транспорт, либо стоишь там на остановке, когда вот ты шёл, и просто чуть-чуть так высморкаться. Я не говорю, что надо делать это громко, как какой-то слон, или что ты стоишь и прям смотришь на человека и начинаешь сморкаться. Ты просто отворачиваешься и начинаешь так потихоньку как бы вытирать. Это именно удобство, это удобно мне, это никого не будоражит здесь, в Польше, так что это нормально, и я это приняла. Второе, у нас как бы в постсоветских странах принято в большинстве, наверное, семей, наверное, ну, мне так кажется, приглашать делать постоянно застолья, именно дома у себя накрывать поляну, у меня, например, мама так постоянно делала, и мне это, в принципе, никогда с детства не нравилось, и я не хотела так делать. Я приехала сюда в Польшу, я поняла, что, в принципе, так здесь не делают. Здесь, если ты хочешь встретиться с друзьями, подругами, вы встречаетесь в каком-нибудь кафе, в ресторанчике, здесь можно найти по доступным ценам, так что, в принципе, это удобно. Ты не делаешь дома у себя там, не накрываешь, а если ты хочешь устроить импрезу, то вы идёте в клуб. Сначала вы, например, встречаетесь там вот дома, выпьете там какие-то чипсы, бутерброды, то есть ничего не надо готовить поляну, то есть это тупо удобство. Мне это нравится, потому что я не люблю вот это поляну, вот это вот, потом мыть её посудой 10 лет, ужас. Вот, но это вот чисто моё. Ещё здесь, в Польше, я научилась стоять за себя. Раньше, например, просто вот ситуация, почему хорошее восстание, например, кто-то лезет в очередь, и ты будешь молчать, там, в кассу, ну, неважно, ты будешь молчать, здесь, в Польше, я научилась, особенно это научил мой бывший меня, за что ему единственное, наверное, спасибо, научил стоять за себя, и если тебе что-то не нравится, и это, в принципе, ненормально, ты должна реагировать. И я реагирую, например, я стояла на остановке, здесь, в Польше, на остановках, в общественных местах курение запрещено, что меня, в принципе, очень радует. Я стояла на остановке, и шёл дождь, и два мужика стояла, курила, это было вечером, курила на остановке прям, ну, возле меня, можно сказать. Я им обратила внимание, я не была грубой, я просто обратила внимание, сказала, говорю, вы в курсе, что, как бы, нельзя курить, говорю, это неприятно, и так далее. Не, да, 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 всё хорошо, как бы, никаких проблем. И, в принципе, мне это тоже нравится, потому что, ну, люди культурные, я как-то не напарывала, есть, конечно, наверное, тоже такие гопники, но, польские, но я как раз-таки на таких не попадала. Хотя даже попадала, один раз завела дискуссию с мужичком, который пил в автобусе, ночью в ночном автобусе пил пиво прям, хотя это тоже запрещено, распивать алкоголь. И я с ним что-то начала, говорю, а что это вы, ну, ну, неважно. Короче, я научилась стоять за себя, и характер как-то появился, слава тебе Господи, потому что была такая размазня воспитанная. Вот, то есть я не агрессивная. Ещё одна такая цеха, вот я тоже её упоминала, то, что мне нравится то, что здесь в Европе люди одеваются как бы стильно, но удобно. И честно, это очень-очень-очень комфортно, очень удобно, и нету такого прессинга, вот, например, как было у нас в Бресте, то, что у нас была куча девушек, нехватка парней, и вот эта вот конкуренция, она, скажем так, провоцировала тебя ходить на каблуках, хотя это, ну, не очень удобно, то есть постоянный макияж и так далее, то есть без передышки кожи и так далее. Я думаю, это всё из-за неуверенности в себе, то есть девушки, неуверенные в себе, они не могут выйти на публику без косметики. Мне кажется, это тоже, когда очень много девушек красивых в стране, в городе, появляется вот такая вот неуверенность в себе, ну, и избалованность парней, таким вот женской красотой и вниманием. Да, наверное, это всё, что мне так удалось вспомнить, потому что, ну, характер всё-таки сильно не поменялся, я — это я, я — Оля, потому что всё-таки помним свои корни, и всё-таки воспитание, которое было дано дома родителями, оно остаётся с тобой как бы всегда. Просто я переняла какие-то вот эти цехи, которые помогают как-то упростить жизнь, и это классно. Я начала ценить себя, любить себя здесь, в Польше, и понимать, что я уникальна как личность, и вот эта вот уверенность в себе — это просто замечательно. Я прекрасна такая, какая я есть, и я себя полюбила такой, какой я есть. На этом всё. Хорошего вам дня, выходных, и хорошего настроения. Надеюсь, вы не болеете, и всё у вас хорошо. А если нет, найдите в себе силы перешагнуть через это. И главное — старайтесь смотреть на жизнь позитивно, потому что хватает негатива. Надеюсь, это видео вам понравилось. И да, держитесь!